Одни говорят, что будет частичное переселение, другие говорят, что будет полное переселение, третьи говорят, что кто-то вернулся после ремонта. Вчера по радио Ника ФРМ было сказано вообще, что здесь будет создано уникальный туристический объект, историко-культурный, где будет звучать музыка, проходить балы, и калужанки ощутят себя под дворными дамами. И люди, естественно, все слушают, и в том числе и ваши родители слушают это все, когда каждый день. Смотрите, значит, для того, чтобы определить ситуацию, мы расстаемся, как говорится, по самим местам. Вообще, в нашем государственном бюджетном образовательном учреждении у нас есть три здания. Первое – два здания. Здесь на Карломаксе, это Карломаксе 1, Карломаксе 6. И здания на улице Ленина 9. Это наше третье здание. Значит, согласно письму министерства, которое мы получили 16 марта, согласно этому письму на Совете по культуре было принято предложение о том, чтобы передать вот эти здания на улице Карломаксе 6 введение в музея загрозительных искусств. Это художество музея? Да. Ну, как мы и сказали, это мы здесь вразительные искусства. Значит, вот это здание, которое находится на Карломаксе 6, как и это, это памятники архитектуры. Они нуждаются в капитальном ремонте. У нас, в принципе, были составлены сметно-проектные документации на проведение ремонтных работ, как здесь, так и в том здании. Конечно, это необходимо сделать, потому что в этом году, ну, скажем так, я исполняю обязанности только пятый месяц, я как раз столкнулась с тем, что у нас было около 12 аварий на топительной системе. То есть, ремонт об этих зданиях не делал здоровье. И, в общем-то, он сейчас необходим. Естественно, у системы образования денег на проведение ремонтных работ нет. У нас составлено только три сметы. И эти сметы, ну, скажем так, там цифры, мы порядком только вот на ремонт отопительной системы требуемся порядка 4,5 миллионов. И то это с учетом, мы эту смету делали уже полтора года назад. То есть, это вот на эти два здания? Нет, только на это здание. Потому что проводить здесь ремонтные работы только может один подрядчик, потому что это памятник архитектуры. И вот, да, и вот когда мы получили вот это письмо о передаче, нас собирал министр образования непосредственно, скажем так, вот меня, как исполняющего должности директора, представителя технического отдела, коммунально-строительного техника. Значит, нам было, скажем так, вот это письмо мы получили, и нам было дано распоряжение, чтобы мы провели оценку здания Танеевского, вот как раз концертного зала имени Танеева, и на предмет размещения там своих объединений. Мы... То есть, уже размещение невозможности. Возможности размещения, да. В общем-то, мы пошли буквально на следующий день, мы сразу пошли в это здание, мы его осмотрели, с тех отделов, то есть, скажем так, если вторые этажи, они используются, то первые этажи, они практически не используются, скажем так, Танеевцами. И там необходимо проводить, в общем-то, ремонтные работы. И ремонтные работы, конечно, там достаточно серьезные работы. То есть, там нет гидроизоляции. Вы знаете, что Танеевский, вот именно это здание, оно состоит как бы из двух привилей, которым более 200 лет. И вот это основное здание, которое введено в эксплуатацию в 1951 году. То есть, оно тоже, ну, скажем так, уже давно здание. Но есть одно, скажем так, ну, один плюс, наверное, Танеевского зала. Это не памятник архитектуры. То есть, оно того стоит значительно меньше. Да, они значительно дешевле будут работать. Ну, в общем-то, что я вам могу сказать? Когда, в общем-то, мы произвели этот осмотр, естественно, площади несопоставимы. У нас площадей намного больше. То есть, у нас, скажем так, есть три хореографических зала. У нас есть спортивный зал. У нас есть зал дискотеки фантазии. И все это мы используем в своем... В театре у вас есть. В театре есть. У нас большой зал, у нас малый зал. В общем-то, у нас площади, конечно, намного больше. А площади Танеевского зала, они, конечно, уступают нашим. Ну, что сказать, в общем-то, практически в три раза меньше. Но, опять же, если подходить к этому, с позиции того, что эти здания передаются в общее пользование, то будут как культурные памятки, то, в общем-то, нужно подойти, опять же, к переселению немножко другой позиции. Можно, конечно, переселиться туда. Можно ужаться. Но, опять же, не все зависит от вас. Если будут проведены хорошие ремонтные работы, подготовленные здания, да, именно для приема детей, опять же, там необходимо, чтобы поработал Роспотребнадзор на как раз в соответствии вот этих, да, вот этих помещений для работы с детьми. Ну, без у нас взрыва, он, конечно, а матеряция, как-то проблемы. Да. Когда мы начали вот как раз заниматься вот осмотром, мы пришли к тому, что вот эти два флигеля, а, понимаете, именно в этих флигелях располагаются кабинеты для занятий. Вы знаете, что у нас образовательное деятельство. То есть нам зал, он необходим. Но нам нужны еще и кабинеты для занятий с детьми. Кабинетов там, конечно, меньше, чем у нас. Вот. Но, в общем, можно, конечно, распределить, можно ужаться. Если будет такое распоряжение, то, в общем-то, думаю, постараемся переселиться с минимальными потерями. То есть моя основная задача – мне нужно сохранить коллективы, все коллективы, какие у меня есть на данный момент. То есть я рассматриваю вопросы, конечно, именно с этой позиции. И с позиции того, чтобы эти помещения соответствовали нормам Санкина. То есть там необходима гидроизоляция, естественно. Ну, представьте, 200 лет назад строили здание. Естественно, там гидроизоляции нет никакой. Там нет вентиляции. Хотя вентиляция когда-то была. Но она в свое время, скажем так, не ремонтировалась. Потом они, в конце концов, от нее отказались. А так как они первые этажи не использовали, то, в принципе, им это и не нужно было. Мне это необходимо. Как человеку, который туда детей приведет. Ну, и, в общем-то, и, скажем так, ремонт. Ремонт, естественно, косметический ремонт. Ремонт требует и кровля. Потому что, несмотря на то, что там был сделан капитальный ремонт кровли, в общем-то, стыки основного здания и прилегающих пределей, они, в общем-то, сделаны непрофессионально. И там крыша лечет. Да, там, в общем-то, перекрытия внутри были, был пожар, и их нужно менять. Ну, всем этим сейчас как раз и занимается технический отдел. То есть они оценивают. Глупально сегодня мы ходили, смотрели зал, какой ремонт нужен в зале для того, чтобы мы тоже могли его использовать. А вы знаете, что мы проводим все мероприятия, массовые мероприятия с детьми и педагогами, которые касаются не только системы дополнительного образования, но и общего образования, они проходят у нас. То есть, согласно календарю массовых мероприятий, у нас год проходит порядка 50-ти годов. Ну, это же и базовый участие. Ну, само собой, кроме того, что мы проводим свои концерты, отчетные концерты, у нас еще проводятся, скажем так, областные или региональные мероприятия, массовые мероприятия с детьми и педагогами. Ну, и, в общем-то, мы как раз сейчас и занимаемся вот этой работой. И вот как раз, ну, буквально накануне проведения вот следующего совета по культуре, который состоялся 4 июня, к нам приезжал замминистра культуры Виталий Анатольевич Бессонов, и мы с ним, в общем-то, беседовали. До этого мы встречались с министром образования, Александром Сергеевичем Алькиевым. И, в общем-то, все вопросы мы сейчас обсуждаем. И как раз по поводу того, что не хватает вещей, или помещение маленькое, что предпринять нужно, каким образом мы будем расселяться. В общем-то, эти вопросы, они сейчас, скажем так, у нас на повестке дня. Вот такого конкретного приказа министерства, вот, переселяйтесь, вот такой срок я не получала, у меня его нет. И кроме того, что вот вы можете прочитать в СМИ, то же самое читаю я, конкретного распоряжения нет. Единственное, вот сейчас мы готовимся как раз к переселению всех объединений, которые находятся в здании по Харламаркса 6, мы их распределяем пока в этом сале. И вот как раз с Виталием Тольчев Бессоновым, мы накануне говорили, и он говорит, что, скорее всего, придется, как бы, вот, наш переезд, если он будет все-таки, этот переезд, его, как бы, разделить на два этапа. То есть первый этап, это сначала мы переезжаем с Харламаркса 6, все сюда, и в это же время мы готовим Танеевский зал к ремонту. А реально готовы 1 сентября это сделать? Танеевский? Это тоже. Танеевский зал, вот объем работ, который мы выяснили, возможно до 1 сентября только ремонт кровли провести, и может быть ремонт, такой косметический ремонт вторых этажей в Виталии. Внутри, да? Да, только вторых этажей. Не гидроизоляция, не вентиляция? Нет, гидроизоляция, во-первых, это дорогостоящий проект. Нам сделали проект косметную документацию на вентиляцию, и это очень большая сумма. И, скорее всего, провести ее до 1 сентября будет нереально. То есть мы сами реалисты и понимаем. И, в общем-то, и министр образования в курсе мы с ним говорили, и замминистра культуры я это озвучила. И, в общем-то, вот на данный момент, когда последний раз у нас был министр образования, он сказал, что мы сейчас готовимся к освобождению здания на Карла Маркса 6, и, естественно, распределяем все объединения у нас на Карла Маркса 1, либо, может быть, частично на Ленина 9. На Ленина 9 мы начали подготавливать зал для переоборудования ему в хореографический зал. Но это не за ним очень распоряжение. О том, как кажется, вот, насколько я знаю, ну, может быть, это и утка, но, насколько я знаю, Владимир Смоленский сказал, что вообще не будет микро переселять. Вы знаете, если не будет переселять, если мы останемся в этом здании, то, в общем-то, вы знаете, мы готовы к тому, чтобы все, мы уже практически сейчас распределили все объединения в этом здании. То есть, Карла Маркса 6 мы до конца июля уже освободим. То есть, вот это здание мы освободим. Если нас оставят здесь, мы будем только рады. А вот я читала документы, в которых написано, что если по Дому губернатора, как Карла Маркса 6, там уже вопрос решен, он сильно дается в музее, то по вот этому Дому, где мы сейчас находимся, в Дворецком собрании, было предложено влиять к концепции его использования. Она уже определена или нет? Вы знаете, я не присутствовала на заседании комиссии, которая состояла в 4-м, но именно там была заслушана эта концепция. И насколько вот верить тем сообщениям, которые появились в СМИ, она была отдумана. То есть, нам надо задать эти вопросы, наверное, тем, кто там присутствует. Конечно. Будем дальше. Поэтому не будем суетиться. Будет приказ, будет распоряжение. Ну, конечно, но потом отсыдать какое-то странное напряжение во всех средах. И отсутствие информации, оно просто как-то новелит. Мы хотим, чтобы... Еще рассматривался вопрос как бы о совместном существовании. То есть, понимаете, в общем-то, наш театр, наши хореографические коллективы, в общем-то, они, в принципе, могут сосуществовать с тем проектом, который задуман. Это типа симфонический оркестр? Я точно тоже не знаю. Может быть, и симфонический оркестр. Почему нет? То есть, понимаете, если совместное существование и решится вопрос именно таким образом, то мы тоже готовы к этому. То есть, мы достаточно такие гибкие, мобильные. А вот какой-то дорожной карты, которая бы предполагала вообще порядок, план переезда или не переезда, вот ее, чтобы снять напряженность, чтобы было понимание, никто не предлагал... Сейчас пока, в общем-то, каждый из нас занимается вот именно своей частью, вот я предлагаю, скажем так, свои мероприятия, какие я считаю нужны, как директор, для того, чтобы мои объединения не пострадали. То же самое занимается директор Танеевского музыкального колледжа. То есть, вот мы сейчас как раз и занимаемся вот этой работой. То есть, мы предлагаем свои действия, потом уже более на высоком уровне там уже подводят какие-то и принимают какие-то решения уже совместные, ну а потом, наверное, это все будет уже на уровне суть. Это не очень понятно, откуда берется информация. Это же... Разговорим. То есть, там уже просто сказано, что решено уже, что все будет вот так, и не значит, да, ну понятно. Я бы еще раз повторяю, у меня нет никакого приказа и четкого расторяжения. Есть только слова. Есть только слова, есть только домыслы, есть только вот какие-то, ну, даже сплетни в какой-то мере, потому что конкретным документам, в которых написано, что вот вы переезжаете туда-то, туда-то, в такие-то, такие-то сроки нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина Владимировна.